Любой человек, изучавший в советском вузе философию, а философия это была обязательный элемент высшего образования, по-моему, и сейчас является таким, а если он хотя бы пролистывал учебник, брал его в руки, знает фамилию этого человека. Теодор Ильич Оизерман, со десятилетия, со дня рождения которого мы отмечаем 14 мая, был автором большинства вузовских учебных пособий по философии, во всяком случае те, где содержались разделы по истории европейской философии 18-19 века. Это личность действительно незаурядная по ряду аспектов, и вот я предлагаю сегодня поговорить о ней. Теодор или Тодрос, его настоящее имя Ильич, родился недалеко от Одессы, в местечке, где его родители оказались неизвестны каким образом. Его родители были евреи не местечкового такого пошиба, а уже получившие образование. Оба и отец и мать работали учителями математики, и во всяком случае мать его даже не знала еврейского языка, то есть видишь, как он сам признавался. Потом они переехали в Екатеринослав, нынешний Днепропетровский, Днепр. Отец погиб во время гражданской войны, кстати, он возглавлялся в городе отряд еврейской самообороны. А сам будущий академик с младшей сестрой воспитывался матерью, который работал в школе, но в конце двадцатых годов на Украине началась политика так называемой коренизации, то есть везде внедрялся украинский язык, делопроизводство в учреждениях велось на украинском, в том числе и в школах преподавания насильственно вводилось на украинском. Русские школы переделывались в украинские, и мать Теодора Ильича, к сожалению, история не сохранила ее имени, не знала украинского языка или знала ее плохо, не на таком уровне, чтобы преподавать. И в результате семейство уехало в Россию, в небольшой городок Кольчугина Владимирской области нынешней, не очень далеко от Москвы, где Теодор Ильич, которому тогда было около 15 лет, получил профессию электрика, потом переехал в Москву, вступил на РАПФАК ИФЛИ. ИФЛИ это во второй половине, вернее даже на протяжении всех 30-х годов был ведущий гуманитарный вуз. Фактически гуманитарные факультеты Московского университета были объединены, выделены в отдельный вуз, а потом во время войны опять присоединены к МГУ. Но именно в 30-е годы ИФЛИ был такой автономным учебным заведением, относительно либеральным, свободомыслящим, но по меркам сталинских времен, конечно. Его называли лицей в Сокольниках еще по месту его расположения. Так вот, он закончил философский факультет. Его учителями были такие отечественные философы, как академик Митин, профессор Дынник, Александров Георгий Федорович, другие философы. И он специализировался по истории немецкой философии 18-19 века. Мы, конечно, сегодня не будем анализировать, так сказать, вклад Теодора Ильича в кантоведение, в гегелеведение. Это предмет слишком темный, мало кто в нем разбирается, так сказать, на хорошем высоком уровне. То же самое, как высшие математики, например. И благодаря хорошему знанию нескольких европейских языков Теодора Ильича, прежде всего немецкого, конечно, основное свое творчество посвятил. Ну, естественно, что его ранние работы в условиях 30-40-х годов не могли непосредственно не касаться марксизма. Он там берет диалектическую логику Маркса, описывает Маркса как исследователя природы. Впоследствии его аспирантом был известный исследователь диалектической логики Эвальд Васильевич Ильянков, который пошел дальше своего учителя. Вокруг Ильянкова сложилась значительная философская школа, которая существует и сегодня. Но как бы основоположником таким вот этого направления изучения диалектической логики в рамках марксистской методологии можно считать Теодора Ильича в какой-то степени. Вот. Ну, естественно, что марксизмом тогда занимались все, а творческая стеза Теодора Ильича отличалась еще тем, что он изучал основных персон немецкой классической философии. Его называют основным кантоведом в отечественном сонме философов и его статьи на тему о том, как понимает Кант категорию вещь в себе. Активно переводились, в том числе, на английский язык, публиковались. И вот он был ведущим кантоведом. Кстати, он говорил, что Кант незаслуженно обойден, Кант забыт. То есть все как бы признают, да, Кант, Кант, но даже сам Ленин, как уже в конце жизни отмечал Теодор Ильич, Канта, скорее всего, не читал. И неокантианство фактически это такая отдельная ветвь развития философской мысли, которая в рамках советской парадигмы, советской идеологии практически не была представлена никем. Так вот, работы его были о Канте, о Гегеле, и также он занимался творчеством таких низурядных философов немецкой классической философии, представителей, как Фихте и Шеллинг. Ну, Фихте – это субъективный идеалист, понятно, что его он только критиковал, а Кант и Гегель – это такие величины, которые требуют к себе подхода монументального, и только такой незурядный интеллектуал, как Теодор Ильич, мог дать адекватную оценку их творчеству, я считаю. Как раз за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, весной 1941 года, Теодор Ильич защитил кандидатскую диссертацию. Кстати, до этого еще, будучи студентом последнего курса, его отправили в Саратовский университет, где всех преподавателей философии посадили, естественно, в рамках кампании 1937 года. Кого за троцкизм, кого за буржуазный национализм, кого за правый уклон и так далее, было за что. И он фактически молодой человек, без научной степени, хотя он был уже к тому времени женат, ему предлагали остаться в Саратове, ему платили неплохой оклад, но он понимал, что если он хочет сделать научную карьеру заметную, то, конечно, это нужно делать в Москве, а не в провинции. И он вернулся в Москву, через два года защитил диссертацию, вот как раз овещав себе Канта в осмышлении марксистской философии. И через несколько месяцев началась война. Сам Теодор Ильич признавался, что если бы он не защитился до войны, его бы, скорее всего, призвали рядовым, и он, скорее всего, погиб бы. А так его призвали политруком. Он прошел всю войну в качестве политрука и закончил ее, что интересно, осадой Бреслау. Бреслау мы знаем, это нынешний город Вроцлав, столица Селезии, в Польше западная. Тогда это был немецкий город, и когда уже фронт ушел далеко на запад, подошел к Берлину, уже Берлин был взят, Бреслау все еще оборонялся. Там был очень фанатично настроенный этот нацистский лидер Гауляйтер, который организовал неплохую оборону. Но город был взят только 6 мая 1945 года. Благодаря знанию языков, в частности, немецкого, он работал в советской зоне оккупации Австрии, городе Баден под Веной. Два года спустя вернулся, стал преподавать на философском факультете МГУ. Но тут началась известная кампания с хосмополитами. Как он сам признавался, многих евреев, даже большинство, почистили тогда с философского факультета, оставили только самых старых, заслуженных, в которых уже никто не сомневался в их, так сказать, непреклонном сталинизме. Например, Митин Марк Борисович, про который Сталин говорил, что «Митин звезд с неба не хватает, но свое дело знает». Вот Митин остался. Еще несколько человек, а некоторые, в том числе Теодор Ильич, который был в то время еще только кандидатом, а доктор скоро защитил в 1951 году, был уволен и перешел на работу в экономический институт будущей академии имени Плеханова народного хозяйства. Там заведовал кафедрой философии. И он рассказывал такой парадоксальный случай, что с философского факультета МГУ в то время почистили вообще с иностранными фамилиями всех. Даже аспиранта самого Азермана по фамилии Мильвиль, будущий известный тоже советский обществовед, который был совершенно русский человек дворянского происхождения, у которого там дальний предок был англичанин, его тоже хотели почистить, но все-таки не тронули в итоге. А после смерти Сталина, и когда антисемитские канения были в значительной степени ограничены, Теодор Ильич вернулся на ИСТФАК, на философский факультет МГУ, продолжил там преподавать до начала 70-х годов, а в 70-х годах решил сосредоточиться в сугубо научной работе, с преподавательской работы ушел, остался только профессором-консультантом и заведующим сектором немецкой классической философии, в институте философии РАН России, вернее, Академии наук и ассоциации в то время. Будучи преподавателем МГУ, в 50-е годы Теодор Ильич получил квартиру в самом здании МГУ, в главном здании мы знаем, что вот сама эта башня высотная в МГУ, там учебные аудитории размещаются, и лекционные, и семинарские, и общежития студентов. А вот там есть такие боковые крылья, шестиэтажные, кажется, они по периметру здания, там преподавательские квартиры профессионские. Вот дом из таких крыльев на пятом этаже, если не ошибаюсь, жил Теодор Ильич. Я посчитал его в этом его жилище ранней весной 2010 года, когда брал интервью у него тоже. И меня поразила, конечно, эта квартира с своей, так сказать, сталинской роскошью. И особенно был прекрасный вид из окна. Как раз была ранняя весна, яркое солнце светило в окно, и яркий такой закат над рекой, и вид там вдали на жилой коврик с еще алой пауса, очень был живописен. Значит, Теодор Ильич, которым в то время было 95 лет, еще работал. Одним пальцем на компьютере набирал, впечатал какой-то текст. Он жил в то время со своим младшим сыном, Ильей Теодоровичем Касавиным, который носил материнскую фамилию. Жена Теодора Ильича, Генриета Захаровна Касавина, тоже была еврейкой, родом из Витебска, и была доцентом философского факультета. Не философского факультета, а кафедры философии МГУ, естественно, научных факультетов. Тоже была выходцем из еврейской семьи из Витебска. Но фамилия у нее была такая неявная еврейская, поэтому один из сыновей записался на материнскую фамилию. Еще у них был ирландский сеттер там в квартире, которого Илья Теодорович называл Зассанский сеттер. И Теодор Ильич много рассказывал о своей биографии во время этого интервью. В частности, он интересно рассказывал о своем участии в подготовке Советской Конституции в 1977 году. Дело в том, что его связывали довольно-таки честные, дружественные связи с Косыгиным, главой советского правительства некоторое время, поскольку зять Косыгина, муж его дочери Джермен Гвешиани, грузин известный, тоже впоследствии философ, был аспирантом у Теодора Ильича. И часто он бывал на даче у Косыгина. А жена Косыгина, умершая от рака, скрепости, знала немного немецкий, французский, английский язык и любил это показать, и говорил с Теодором Ильичем на вот этих европейских языках. И так вот, по приглашению Косыгина, он вошел в комиссию, которая составляла Конституцию, говорит, вот я прихожу, и там сидят одни юристы, экономисты, и меня вроде как философ тоже, типа как экспертное мнение свое высказать, там обсуждают вопрос, возможно ли противоречия при социализме. Одни говорят, что это противоречие марксизму, другие нет, я говорю, встаю и говорю, товарищи, почитайте хотя бы Маркеса. В Маркесе прямо сказано, что антагонистических противоречий при коммунизме быть не может, а не антагонистические противоречия возможны. Вот, значит, таким образом, не антагонистические противоречия благодаря Теодору Ильичу вошли в Конституцию. Последние годы жизни Теодор Ильич отошел от ростоксального марксизма. Он стал в некотором смысле апологетом ревизионизма, в частности, написал книгу о ревизионизме. Ревизионизм – это направление философских мыслей в марксизме конца XIX века, созданное Эдуардом Бернштейном, где он берет, так сказать, прогнозы все Маркса и говорит, что вот что сбылось, что не сбылось к началу XX века, через 20 лет после смерти Маркса и через несколько лет после смерти Яндельса. Мы уже видели, что наступал империализм, что появилось такое явление, как рабочая аристократия, что абсолютное обнищание рабочего класса, как то прогнозировал Маркс, в развитых странах Запада не сбывается. И вот Бернштейн с этих позиций критиковал Макса. И в Советском Союзе Бернштейна считали просто каким-то, так сказать, ренегатом, который слабо разбирался в философии, просто из таких вот позитивистских позиций, примитивных, не видя, не понимая диалектики развития марксизма, критиковал Маркса. Теодор Ильич не был согласен с этой точкой зрения. И вот одна из его книг так и называется «Оправдание визионизма». Кстати, он говорил в своем интервью, что в ГДР и в социалистической Венгрии практически все его работы были переведены на местные языки. И в частности он говорил, что вот моя библиография на немецком, венгерском и болгарском языках практически не уступает моей библиографии на русском языке. На английский, французский, испанский тоже кое-что переводили, но в меньшей степени. И как раз, когда я брал интервью, он мне показывал присланный из Китая сигнальный экземпляр вот этого самого оправдания визионизма, вышедшего в переводе на китайский. И Теодор Ильич сказал, что меня переводили на китайский язык и раньше, еще в период нашей дружбы с Китаем, до культурной революции. Но тогда, видимо, это было обусловлено идеологической необходимостью, а тут они их ничто не доставляют. Видимо, у них существует какой-то, так сказать, интерес. Именно вот к моим философским взглядам, не без гордости, говорил Теодор Ильич, и даже мне прислали гонорар. Гонорар этот небольшой, мне, в принципе, он особо не нужен уже, но сам по себе факт приятный, говорил он. Теодор Ильич отличался завидным долголетием и тем, что сохранял до последних дней жизни, так сказать, интеллектуальную формулу. На вопрос о том, как он достиг такого долголетия, он отвечал, что, ну, понятно, спортом я никогда в жизни не занимался, но ежедневно до 90-летнего возраста совершал прогулки от своего дома до Киевского вокзала, то есть от МГУ до Киевского вокзала, довольно приличное расстояние, или там в другие какие-то места. И вот благодолгопешим прогулкам, говорил он, значит, я считаю, что я сохранил работоспособность до глубокой старости. Теодор Ильич прожил, немножко не дожил до 103 лет, он умер весной, ранней весной в марте 2017 года, когда ему было 102 года, и был старейшим действительным членом РАН на тот момент и незаурядным членом этой академии не только по возрасту, но и по своему вкладу в философскую науку. Я в этом не сомневаюсь лично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова